Народ Божий, Церковь Христа, все искупленные кровью Анса, скажем слава Богу. Господь даровал нам милость и Его рука сегодня над каждым из нас, что мы имеем силу, мы имеем здоровье, чтобы сегодня находиться в Доме Божьем, где звучит Слово Божие каждому из нас, каждой душе, которая есть сегодня на этом месте. Сегодня наше время очень сжато, я хотел бы поделиться Словом Божьим, мы будем идти к молитве, будем просить Божьего благословения, Божьей благодати на сию служение, чтобы Господь делал работу свою, чтобы Господь касался сердец сегодня на этом месте. Я хотел бы привести немножко сравнение. Сегодня люди мира этого, они очень много денег платят, чтобы свой продукт или какое-то представление представить на телевидении или на радио. И когда это представляется перед людьми, время очень ограниченное, и каждая секунда, каждая минута, она очень дорогая, и это только с целью для того, чтобы приобрести какую-то материальную прибыль для тех людей, которые это покупают. Сегодня каждый из нас находится здесь, в Доме Молитии, в Доме Божьем, и Господь сегодня говорит каждому из нас к нашим сердцам. Душа человека, душу человека невозможно приобрести не за все средства этого мира, за все богатства. Я бы попросил, чтобы каждый из нас на этом месте сегодня были внимательны к Слову Божьему, были внимательны к словам, которые будут говорить с этого места, были внимательны к стихам, к пениям, чтобы мы могли услышать то, что Господь хочет сказать моей душе, чтобы мы могли услышать те слова, которые могут послужить мне для жизни вечной. Да Господь благословит каждого из нас. Я читаю тему нашего служения на этом месте. Это будет первая книга Паралипоминон, 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мышлей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Мы видим обращение в этом месте к Соломону, к человеку, который был поставлен царем над Израилем. И здесь Бог обращается к нему и говорит ему, «Сын мой, знай Бога Отца твоего». Кто был отцом Соломона? Мы все прекрасно знаем, что царь Давид предшествовал Соломону, и царь Давид, он был очень успешен, он делал очень угодное в очах Божьих. Я хотел бы задать следующий вопрос. Почему Бог здесь говорит, «Знай Бога Отца твоего»? Почему здесь не говорится, «Знай Бога Авраама», «Знай Бога Иакова»? Ну а почему-то Господь обращается и говорит ему, «Знай Бога твоего отца Давида». Если мы смотрим, кто такой был Давид, это был человек, который был избран Богом в свое время, когда он находился младше в семье своей, там на этих полях он был со стадами овец, отца своего. Мы знаем, как пророк Божий пришел в дом ихний, и он пришел, чтобы помазать его в царя. И он не нашелся среди братьев своих, которые были старше, которые, может быть, были благоразумнее, чем он. Но он нашел его там, на том месте, и Господь помазал его в царя для Израиля. И мы знаем, что Господь очень и очень употребил его. Это был тот человек, который был вторым царем Израиля после Саула. И Слово Божье говорит каждому из нас, что это был муж по сердцу Бога. Это был тот человек, который делал угодное в очах Божьих, который угодил Богу в своем царствовании над Израилем. И если мы читаем о царях, которые были после Давида, мы видим, вначале мы можем читать, что воцарился такой-то царь. И в следующем числе обычно пишется, и делал он угодное пред Богом, как отец свой Давид. Или напротив пишется. И Бог обращается к Соломону и говорит, знай Бога Отца Твоего. Я думаю, что Соломон очень хорошо знал и понимал историю израильтян, когда они были в рабстве, когда они проходили через пустыню, и он это все понимал, он их этому учили, когда они вырастали. Он знал Авраама или о Аврааме, но Бог говорит ему другими словами, Соломон, смотри на Отца Твоего, на Того, Который был пред Тобой, как Он поступал, как Он ходил, как Он ввел народ Божий, и ты поступай точно так. Потому что Бог благословил его, и царь Давид, он угодил Богу, он делал угодное в очах Божьих. И для Соломона это было бы очень легко, просто смотреть на Отца своего и подражать его примеру. И Он говорит ему здесь, что служи Ему от всего сердца и от всей души. Если мы читаем контекст этого места, мы можем увидеть следующее. Израильский народ, они жили уже в обитованной земле, они были уже в том Ханаане, о котором Господь обещал им, когда они выходили из рабства, когда они шли через пустыню. И было то время, когда среди народа Божьего была скиния, был ковчег завета, и он был переносим, когда израильский народ переходил через пустыню, и он был в этой палатке. Там было присутствие Божье. Раб Божий Моисей там разговаривал с Богом, и там сходило присутствие Божье. И мы знаем, что в этом месте, это событие, которое было в израильском народе, перед Соломоном была очень и очень большая задача, чтобы построить храм Божий. И мы читаем следующую главу этой же книги, это 29 глава, 1 стих. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а делось ее велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». И мы видим здесь, что царь Давид еще, или отец Давид, подтверждает еще раз, насколько важно дело было, которое предстояло перед Соломоном, перед этим молодым царем, который только был поставлен перед израильским народом. Великое множество людей, которых надо было вести за Богом. Это было великое множество людей, с которыми был живой Бог. И окружающие народы это видели и знали. И мы читаем следующее место, это будет уже вторая книга Паралипоминон, первая глава, начинаем с первого стишка и будем читать выборочно. «И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко». И пропускаем несколько стишков к седьмому стишку. «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу, «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи, Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему, так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной. То ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом всем и входить, ибо кто может управлять всем народом Твоим великим». И мы видим, что Господь все-таки сказал Соломону, чтобы он знал Бога отца своего, чтобы он служил ему. И мы читаем уже в этой книге, что все-таки Соломон, он понял то, что ему было сказано. Все-таки он приложил те усилия, и он делал что-то правильное. Потому что мы уже читаем здесь, и говорится, что царство Соломона утвердилось, и Бог его был с ним, и он вознес его. И мы все знаем, что Господь является ему, и Господь говорит ему, чтобы он попросил, что он хочет. И я хотел бы обратить наше внимание, царь, который был во владении этого народа, к нему пришел Бог и сказал ему, чтобы он просил, что хочет. И я хочу обратить внимание, что Соломон не говорит, что, Боже, я хочу это. Он сразу осознает следующее, он осознает в том, что ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем. Соломон все-таки помнит те слова, которые были сказаны ему. Он помнит, что перед ним был его отец, Давид, который делал угодное пред Богом. И он говорит, что это есть честь для меня, что я царь после своего отца. И ты знаешь, Боже, этот народ, который передо мной, это великое множество. Дай мне мудрости, чтобы я мог правильно ходить перед ними или выходить. И мы знаем, что это было угодно Богу. Мы знаем, что Господь исполнил это, Господь даровал ему мудрость, Господь даровал ему намного больше, чем он просил у него. Если мы посмотрим даже на следующего царя, я не буду читать, но мы знаем, что следующий царь, который воцарился, Раваам, он совершенно противоположно поступил, как свой отец Соломон. Он сказал народу очень жесткие слова, и после этого царство разделилось, и он потерял очень многое, потому что он не прислушался совета. Его намерение, он все-таки имел власть, и он сделал так, как он хотел. Я бы хотел, чтобы каждый из нас сегодня на этом месте задались вопросом, какие намерения сегодня мои быть на этом месте, для чего сегодня мы здесь. Я думаю, что если бы сегодня нам, перед нами открылись бы намерения каждой души, каждого человека, который есть на этом месте, и мы увидели, с какими целями приехали некоторые люди сюда, мы, может быть, ужаснулись, или нам, может быть, было очень страшно, почему люди даже приходят сюда, с какими целями. Но Господь, Бог живой, мы прочитали в первом стишке, Он знает помышления наши, Он знает движения мыслей моих, Он знает жизнь нашу, может быть, сидящий возле меня не знает мою жизнь вчера и третьего дня, может быть, родители не знают твою жизнь, как ты поступаешь, что ты делаешь, подобно этому ящику, который выглядит очень хорошо, который выглядит, что с ним все в порядке, и все там есть. Бог видит движение наших мыслей, от Него ничего не сокрыто. И мы видим, что Соломон, он сделал правильно, он поступил благочестиво, так, как было угодно Богу, и Господь весьма благословил его, даже если мы сегодня пойдем в Иерусалим, сегодняшнее место, где был этот храм, там сегодня стоит стена плача, и этот храм уже был разрушен давно врагами, но там стоит эта стена, и это считается святое место, это считается святое место, где люди стоят и, можно так сказать, вопиют о прежнем храме, о славе прежнего храма, там, где Бог присутствовал, там, где Бог являл славу свою среди народа, среди людей, которых Он сотворил. Это было очень большое дело, которое предстояло перед Соломоном, и он выполнил то, что Господь дал ему выполнить. И как сегодня это относится к каждому из нас? Какое отношение храма Божьего, который был в Израиле, сегодня ко мне и каждому из вас? Мы пойдем к следующему месту Писания, это будет второе послание Петра, вторая глава, или, извиняюсь, первое послание Петра, вторая глава, девятый стих, это обращается к каждому из нас. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Сегодня, Слово Божие, этот стих обращается к нам, язычникам, к тех людей, которые не из израильского народа, к тех людей, которые в веткое и заветное время не имели доступа к Божьей благодати, к тех людей, которые не могли видеть присутствие Божье, не могли видеть дела Божьи среди себя, среди народа своего. Мы знаем, что Господь пришел на эту землю, Он совершил свой подвиг, совершил эту жертву на Голгофе для каждого из нас. И сегодня ты и я, мы называемся род избранный, царственное священство, сегодня мы имеем доступ к Божьей благодати. Я хотел бы прочитать следующий стих, это будет этой же главы, пятый стих, «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы пригласить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Слово Божье сегодня обращается к каждому из нас. И Слово Божье сегодня в новозаветное время, время благодати, время, когда завеса между Богом и человеком была разорвана. Мы имеем доступ к Богу, мы имеем небесного Отца, который мы можем проходить в любое время. Божье Слово говорит каждому из нас, чтобы мы из себя устрояли дом духовный, чтобы мы приносили жертвы духовные. Если мы возвращаемся к тому месту, когда Соломона царство утвердилось, мы можем читать следующий стих, там говорится о том, что они взяли ковчег Божий и Соломон принес большое множество всесожжений и жертв перед Богом. И после этого Господь ему явился. Слово Божье сегодня обращается к тебе и ко мне. Я хотел бы задать вопрос, чтобы каждый из нас задали себе вопрос, «Знаю ли я Бога моих родителей?» Знаешь ли ты Бога твоих родителей, твоего отца и матери? Это есть тот же Бог, который был Богом Давида. Это есть тот же Бог, который был Богом Авраама. Бог не меняется. Бог сегодня, вчера и вовеки тот же. Он не изменен. Слово его есть «да» и «аминь», оно не изменяется. Знаешь ли ты Бога? Я бы сказал, что среди нас есть, может быть, три категории людей. Те люди, которые не знают Бога, и они не служат Ему. Жизнь их в очень плохом и очень опасном состоянии, во грехах, во всякой нечистоте этого мира, то, что этот мир предлагает. Эти люди не знают Бога, своего отца. Я предполагаю, что все из нас, которые на этом месте, большинство, мы дети верующих родителей. Мы слышали о Боге. Каждый из нас знаем о Боге. Вторая категория людей, я думаю, можно сказать следующее, что вторая категория людей, это большинство из нас, которые крещены Духом Святым, это люди те, которые вкусили, как благ Господь. Но очень часто в жизни молодых людей время, в которое мы живем, приходит грех, приходит сатана, приходит этот враг, душ человеческий, который крадет эта семья, который сеет эти плеволы в жизнь нашу. И очень много людей на этом месте сегодня, которые порабощены грехом, которые имеют печать Духа Святого в сердце своем, который оскорбленный, который загашенный, и он не имеет силы в жизни этих людей, потому что они порабощенные грехом. Они знают Бога, они в свое время познали Бога, они вкусили, как благ Господь, но забота мира этого, то, что этот мир предлагает, они украли это. И очень многое души сегодня, они падают, они падают, они встают, и они не имеют победы над всякими грехами, они не имеют свободы от всяких похотей, которые порабощают душу их. И враг это очень хочет, чтобы это было со всеми из нас. Но Господь сегодня говорит каждому из нас, знай Бога, Отца твоего, служи Ему от всего сердца, от всей души. Бог есть неизменен. Тот Бог, который раступил море черное для израильского народа, они прошли по суше. Он сегодня тот же Бог, который имеет большую силу. Он есть всемогущий Бог, Он есть всевидящий Бог, Он есть всезнающий Бог. Очень часто препятствия, которые есть между мной и Богом, это есть моя гордость. Очень часто препятствия, которые не даруют мне свободы от греха, это есть сомнения, которые враг посылает в сердце мое. Очень часто то, что не дает Богу делать работы в своей жизни своей, это есть положение, которое я имею, может быть, среди людей. Бог есть живой. Он сегодня имеет силу, чтобы освободить тебя от всякого рода греха и зла. Господь имеет силу, чтобы дать тебе победу, чтобы ты знал Бога Отца твоего, чтобы ты не только знал Его, но чтобы ты служил Ему от всего сердца, от всей души, чтобы жизнь твоя и моя была угодна Богу. Мы будем идти к молитве, братья и сестры, я желаю, чтобы каждый из нас на этом месте провели жизнь свою. Мы читаем Слово Божие, это будет притча, 17 глава, 3 стих, там говорится следующее, плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Бог, Бог есть Тот, который испытывает сердца. Если придет испытание в жизнь твою, если придет испытание в жизнь мою, мы живем в последнее, в крайнее последнее время, если мы обратим внимание на этот мир, что происходит в этом мире сегодня, что происходит в этой стране сегодня, оно идет хуже и хуже и хуже, ничего не улучшается сегодня, но Бог сегодня стучит к нашим сердцам. Давид сказал, что перед Соломоном была большая задача. Он был молод и малосилен. Сегодня мы, молодежь, мы очень молоды и у нас очень мало силы самих по себе, но мы знаем живого Бога, мы имеем живого Бога, который силен дать нам свою благодать. Мы сегодня есть в будущем в церкви. Через 15 лет, через 20 лет мы останемся на этой земле, если дать Господь нам жизни. Наши правоотцы, наши родители. Он был тот Бог, который даровал им силу. Они страдали за имя Божие там в России. Это есть тот Бог, который даровал им веру и они с верой в Бога родили тебя и меня на эту землю и вложили в наши уста, в наш разум, веру в Бога. Бог есть тот, который давал нашим родителям веры из той страны переехать сюда, в это место, где они ни языка не знали, с пустыми руками, можно так сказать, но они имели веру, живого Бога. Это есть тот Бог, который сегодня желает, чтобы ты и я взыскали Его. Если ты взыщешь Бога, Он будет найден тобой. Он дарует тебе благодать, Он дарует тебе силу. Мы будем идти к молитве и желанию моего сердца, чтобы мы попросили Бога милости, чтобы мы попросили Бога силы, дабы Он просто укрепил каждого из нас, укрепил нашу веру, чтобы мы могли отдать жизнь свою на Божий алтарь, чтобы мы могли сказать нет своим похотям, что мы могли сказать нет своим желаниям, что мы могли сказать нет этому миру, который сегодня кажется такой хорошей, который сегодня кажется такой блистающей в наших глазах. Но конец этого всего смерть и вечная погибель. Господь благословит каждого из нас. Будем молиться и просить Бога милости. Аминь.